Морозы до минус 40 ждут в Киргской области. Экстремальное похолодание может повлечь. Увеличение числа несчастных случаев, обморожений и переохлаждений. Но в областном Роспотребнадзоре считают, что в низких температурах есть и польза. Приглашаю вас в свой двор. Мы входим в двор и сразу же видим маленькую елочку, которая, в общем-то, предполагает наступление Нового года. До самого волшебного праздника в году осталось две недели. В то время как власти оценивают новогоднее убранство города словами «дешево» и «сердито», кировчане создают праздничные настроения своими руками. Причем не только в дворах, но и украшая главные елки в районах области. Почти 50 жителей Иркутска отравились спиртовыми лосьонами насмерть. В составе косметических средств обнаружен метиловый спирт. Трагедия послужила поводом к проверкам и в кировских магазинах. Из-за крупной коммунальной аварии в выходные без отопления остались 23 жилых дома под контролем МЧС. Коммунальщики устраняли последствия прорыва всю ночь. Сложнейшие акробатические номера, фантастическая гибкость начинающих артистов, а еще послушные попугаи и мишки-интеллектуалы. В Киров с гастролями приехал легендарный цирк имени Никулина. О главных событиях понедельника, 19 декабря, расскажет информационный канал «Город» студия Артема Паникаровских. Здравствуйте. Экстремальное понижение температуры ожидается уже в ближайшие часы. Сотрудники областного МЧС предупреждают, что столбик термометра в ночь на вторник может опуститься до отметки в минус 40. Даже днем температура может не подняться выше минус 35. При этих условиях отменяются занятия в школах для учеников с 1 по 8 классы. Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций ожидают, что увеличится количество обморожений, переохлаждений, а также несчастных случаев из-за неправильного использования нагревательных приборов. Тем временем плюсы в похолодании видят сотрудники Роспотребнадзора. Может уменьшиться заболеваемость ОРВИ и гриппом. Обычно холода, они немножко нам подстегивают иммунитет. Как говорится, кто сибиряки, кто живет на Морозе, у них всегда хороший иммунитет. Очень многие, особенно младших школьников, родители, уже не выпускают на улицу гулять в большие холода. И взрослые, наверное, остерегаются длительно находиться на улице при такой погоде. Вот исключается. Ну и, естественно, раз мы стараемся не выходить на улицу, реже уже посещаем какие-то другие мероприятия. Кстати, с начала недели на карантин закрыто уже 10 классов в школах города. За неделю к врачам обратились почти 8 тысяч заболевших по всей области. Но это ниже эпид-порога. Поэтому и об ограничении массовых мероприятий в Роспотребнадзоре речи пока не идет. До самого волшебного праздника в году осталось всего две недели. В то время как власти оценивают новогоднее убранство города словами «дешево, но сердито», кировчане создают праздничное настроение своими руками. Причем не только в дворах, но и украшая главные елки в районах области. Пока же, по отзывам жителей Кирова, сказка ощущается лишь в центре города. Сегодня в этом убедилась и Ольга Шмырина. О, елка-то у нас. Красавец. Тут и вон, кто заскучал по жизни. Сразу на пол села все предусмотрено. С дюролайтом-то более красиво, более хорошо. Конструкция какая. Хороший чай. Нигде такого нет больше. Репортаж из Зуевки. Не иначе фильм ужасов. Украшать елку, судя по всему, пришлось самостоятельно местным жителям. Этот калаш с призывом сделать провинциальный городок в области новогоднее разлетелся, посетив выходные. В интернете и другая рейтинговая фотография уже из Котельнича. Здесь главную елку города местные окрестили полулысой. Говорят, пострадала при транспортировке. Впрочем, жители Ленгасова наверняка не отказались бы и от такой скромной красавицы. В районе, говорят, вообще не установлено ни одной новогодней ели. Впрочем, и областной центр за две недели до Нового года праздничным настроением не переполнен. Новогоднее оформление на улицах города, конечно, есть, но распределено оно весьма точечно. Елка на перекрестке Октябрьского проспекта и Комсомольской смотрится комично, а этот новогодний атрибут на крыше дома печати и вовсе бросится в глаза лишь мечтателям, рассматривающим небо. На фоне такой скромности новогодний антураж в городскую жизнь выносят разве что разворачивающиеся елочные базары. Уже во вторник, 20 декабря, в городе откроются елочные базары. Сейчас орговцы обустраивают витрины и оглашают цены. Так елка в полтора метра обойдется примерно в 700 рублей, ну а чем ниже, тем дешевле. Ну вот, дорогие мои, приглашаю вас в свой двор. Мы входим в двор и сразу же видим маленькую елочку, которая, в общем-то, предполагает наступление Нового года. У себя дома Ольга Якимова уже поставила две новогодние елки. Еще две вместе с соседями украсила во дворе. Здесь, на Октябрьском 54, праздник буквально на каждом шагу. Вот этот петур буквально на столе ждет уже ребяток. Мы обязательно принесем термос и принесем горячий чай. И когда дети будут здесь играть, то вот здесь вот мы установим уже чашки с чаем. Великолепный праздник Новый год, правда? Чтобы в новогоднюю ночь жители всего района могли ходить друг к другу в гости по праздничным дворам, теруправление объявило конкурс. Говорят, уже есть 40 претендентов на победу. Заявки принимаются до 23 декабря, а итоги будут подведены 29 декабря, в преддверии Нового года. Мы считаем, что атмосфера праздничная, новогодняя должна быть не только на центральных улицах, но и в каждом уголке, в каждой дворовой территории. Впрочем, Новый год – ночной праздник. Быть может, именно поэтому на мишуру, радующую глаз в дневное время суток, особый упор в администрации решили не делать, сосредоточились на световом оформлении. 700 предприятий города внесли свой вклад, чтобы вечерний город засиял яркими красками. В администрации отчитались, по городу развесили 30 километров гирлянд. Дешево и сердито. Это главный по городскому благоустройству про два купленных в этом году проектором. Использовать их, уверяет, теперь можно на всех городских мероприятиях, меняя снежинки на другие изображения или вовсе на текст. Сегодня на Театральной площади светится буквально все – от горок и ледовых конструкций до катка и торговых палаток. Огорчает властей лишь отношение кировчан к такой красоте. Проблема у нас со световым шаром, который у фонтана. Родители детей хотят сфотографировать, они туда их подсаживают и рвут гирлянды. Мы все-таки обращаемся к горожанам, вся эта красота создается для всех жителей нашего города. И мы должны вместе сохранить это до Нового года. Сейчас оформление Театральной площади уже близится к завершению. 80% запланированных работ закончено. Официальное открытие новогоднего городка и главной елки города запланировано на 23 декабря. Ольга Шмырин, Александр Рожков, информационный канал, город. От употребления косметических лосьонов погибли почти полсотни человек. В понедельник вся страна обсуждает массовые травления в Иркутске. Пострадавшие местные жители пили настойку боярышника в качестве алкогольных напитков. При этом в самой жидкости эксперты обнаружили метиловый спирт, яд, который и приводил к смерти. По всей стране начались проверки торговых точек. Не стал исключением и Киров. Сколько уже продали? Ну, примерно. Было три. Три ящика? Три упаковки? Вот, считайте сколько? Половина получается, да? Чуть побольше. Косметическое средство «Медовый лосьон» в этом магазине продавалось по 25 рублей за флакон. Никаких документов на продукцию в магазине не было. Продавщица Любава объяснила, что все бумаги у владельца, у полицейских возникли сомнения по происхождению этих бутылок. На это указывали и некачественные пробки на флаконах и отсутствие даты разлива. Информация поступила, что данная продукция у нас, возможно, опасна для жизни и здоровья граждан. Она будет в полном объеме изъята и направлена на экспертизу ВКЦ МОД России по Кировской области для обнаружения опасных веществ в содержимом для жизни и здоровья граждан. Только с этой точки сотрудники полиции изъяли больше 90 флаконов медового лосьона. Если экспертиза покажет, что содержимое действительно опасно для здоровья, в отношении владельца могут даже завести уголовное дело. Кстати, с начала года кировские полицейские уже составили 65 протоколов. Изъято больше полутора тонн спирт, содержащий продукции. Кировская теплоснабжающая организация ищет подрядчика для благоустройства территории после ремонта труб. Заказ стоимости почти в 2 миллиона рублей появился на сайте госзакупок. Об этой и других новостях далее эфир продолжает рубрика короткой строкой. Почти 2 миллиона рублей готова потратить теплоснабжающая компания на благоустройство после ремонта труб. На сайте госзакупок размещен заказ на проведение работ. Начальная стоимость контракта почти 1 миллион 900 тысяч рублей. Выполнить работы победитель торгов должен со 2 марта по 1 октября. Кировские бизнесмены отказываются от своего дела. С начала года в области ликвидировано больше 5000 юридических лиц, а количество оставшихся около 36 организаций стало меньше, чем в начале года на 6%. Одна из причин сокращения объясняет в налоговой службе исключение из реестра недействующих ферм. Родина проведет два выездных матча в Нижнем Новгороде. В понедельник и вторник кировские хоккеисты сыграют с местным стартом. Стоит отметить, что обе встречи с Ульяновской Волгой в пятницу и субботу команда проиграла. По итогам прошедших игр Родина опустилась на пятую строчку таблицы в своей подгруппе. Состав кировского «Динамо» усилят темнокожим легионерам. Исмаилу Лугумире 28 лет и он учится в одном из кировских вузов. В прошедшем чемпионате области по футболу он выступал за команду пятой спортшколы и забил 10 мячей в 22 матчах. К тренировкам в составе «Динамо» футболист из Уганды приступит уже в декабре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложнейшие акробатические номера, фантастическая гибкость начинающих артистов, а еще послушные попугаи и мишки-интеллектуалы. В Киров с гастролями приехал легендарный цирк имени Никулина. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Восьмилетний мальчик получил травмы в ДТП на улице Ленина. Там столкнулись грузовик «КамАЗ» и «Фольксваген-транспортер». Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным госавтоинспекции, авария произошла у дома 198-4 по улице Ленина. 46-летний водитель снегоуборщика неудачно выполнил маневр. Водитель автомобиля «КамАЗ», осуществлявший уборку в проезжей части, по предварительным данным, при выполнении левого разворота не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген-транспортера». В результате 8-летний пассажир автомобиля «Фольксваген» получил травму. Ему была оказана медицинская помощь, но госпитализация ему не потребовалась. В Яранском районе арестовали двух подозреваемых в убийстве таксиста из Нижегородской области. По данным следствия, вероятный убийца Андрей Хмельницкий и его товарищи Рустам в Шахунии поймали такси и попросили довезти их до Кирова. Водитель согласился. Во время поездки пьяные пассажиры зарезали шофера и спрятали тело в лесу. Удар как наносили? Вот так вот, просто все. Воткнули, да? В какую часть шеи? Я не помню, просто в шею воткнулось все. Так, что дальше сделали? Все дальше оттащил в кусты. После поджога машины криминальные пассажиры пошли по трассе. В итоге их задержали сотрудники ДПС. Сейчас оба дают признательные показания. За убийство таксиста Хмельницкому грозит до 15 лет тюрьмы. Провалы в памяти случились у пьяного водителя 14-й на улице Щерса. После того, как его задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля, мужчина не помнил, что сидел за рулем авто. Якобы пешком шел, а машиной не управлял. То есть ничего не нарушал. Впрочем, общественники ему напомнили, как он не только ездил, но и таранил сугробы у бара. Также, по их словам, Лихач часто выезжал на встречку. Где сидел или где ходил водитель, это он будет объяснять в суде после Нового года. Сотрудники ДПС наверняка приобщат к делу, введя запись с фактом управления мужчины. Алексею грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. В прошедшие морозные выходные жители нескольких десятков домов в Кирове остались без отоплений, как сообщили в КТК на Комсомольской. В районе вокзала прорвало магистральную трубу теплоснабжения диаметром почти полметра. Ситуацию взяли на контроль министерства, чрезвычайных ситуаций и администрация города. По словам главного инженера КТК, в субботу вечером в системе отопления резко упало давление. Стало понятно, что где-то произошел серьезный дефект и, как следствие, крупная утечка. Искать долго не пришлось. По экстренным телефонам жители стали сообщать о размывании земли и сильном испарении на территории платной парковки в районе 47-го дома по Комсомольской. Температура теплоносителя достигала 120 градусов. Возник дефект на трубопроводе диаметром 400 миллиметров. В категории магистральных относятся достаточно существенный дефект. Подошла техника, экскаватор, самосвалы. Всего по устранению данного дефекта работало три бригады ремонтных, одна эксплуатационная бригада. Всех потребителей, а это 23 жилых дома и детский сад удалось подключить к отоплению уже к вечеру в воскресенье. На месте прорыва работы продолжаются до сих пор. Было принято решение заменить часть неисправной трубы. Сложнейшие акробатические номера и фантастическая гибкость начинающих артистов. Еще послушные попугаи, собаки, которые объехали весь мир. В Киров с гастролями приехал легендарный цирк имени Николина. Некоторые артисты, кстати, лично успели поработать с самим Никулиным. На арене Кировского цирка вспоминает, как это было. А еще втайне от директора программы соревнуются, смогут ли в специальной головоломке обыграть медведей. Во время выступлений в Кирове, к примеру, снова победили мишки. Подробности в сюжете. Вам мы предлагаем решить небольшую задачу-головоломку. Трое претендентов на победу и одна головоломка. А восемь фигур, которым по форме соответствует восемь выходов, нужно вынуть с игральной доски. Безрезультатно. Следующая попытка за мишкой. О том, что есть все шансы на победу, очевидно, с первых же минут. Пять. Дело пошло быстрее. Шесть. Семь. И последнее. Возьмем. Браво. И это, говорят дрессировщики, только малое из всех его умений. До сих пор удивляются даже коллеги-дрессировщица собак Осия Тагаева, например, втайне от директора с коллегами, делает ставки. Кто кого. И нам дрессировщики не говорят их фишку эту. Как они это, как они что-то им объясняют. Кстати, Осия Тагаева в этой цирковой труппе не иначе легенда. Кроме того, что со своими собаками объехала уже весь мир и в цирке начала работать с самых малых лет, успела поработать и с самим Юрием Николиным. Атмосферу того цирка пытается сохранить и спустя годы на каждом выходе на манеж. Тут обязательно должен быть и юмор, и экстрим. Юрий, скажи, пожалуйста, а что это за журнал у тебя? Это мне подарил. Ёпп. Ёпп и крокодильчик. Да, я. Не знаю, что мне надо. А что ты улыбаешься? Экстрим в американском колесе. Я думаю, что это самое главное. Вы видели, наверное, это американское колесо. Но самое главное, это создать хорошее новогоднее настроение всем, кто придет к цирку. Дрессированные попугаи на велосипедах, свинки, играющие в футбол, собаки, медведи, клоуны, эквилибристы и бесстрашные акробаты. По мнению директора Юрия Халявина, хороший цирк делает насыщенные программы. К примеру, он и сам до сих пор поражается, сколько же нужно силы и смелости, чтобы вот так, под куполом цирка, на шесте, без страховки и с коллегой по номеру на плечах. Хотя еще более экстремальные номера зрителей ждут именно во второй части программы. Например, американское колесо, которое больше известно как «Колесо смерти», когда акробаты начинают выполнять трюки не внутри, а снаружи колеса, дох по-настоящему начинает захватывать. На второе деление артисты Цирка Никольна оставили и суть главной сюжетной линии своей программы «Кремлевская елка». Цирка Никольна подготовила для кировского зрителя специальную новогоднюю программу. Все время, пока идет представление, все присутствующие в зале должны будут помочь отыскать Деда Мороза и зажечь новогоднюю елку. К слову поисковиков, Деда Мороза было очень много, практически полный аншлаг на премьере новогодней программы. Выступления в кировском цирке артисты посвятили не только Новому году, но и дню рождения Юрия Никулина. 18 декабря ему исполнилось бы 95. Артем Паникаровский, Хован Деров, информационный канал «Город». И в конце выпуска прогноза погоды на завтра с ним вас познакомит Алена Матвеева. Плотный и мокрый снег предвещает теплое лето. Если солнце находится в дымке, будет пурган. А если оно опускается в облака, ждите снегопад. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 20 декабря в Кирове ожидается ясная погода без осадков. Днем минус 33, ночью минус 21 градус. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Удачного вам вторника! Таким был этот понедельник, 19 декабря. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи!